сегодня будет очень серьезная тема тема духовного мира и открою еще одну секрет духовного мира тема так называется куклы вуду магия в африке раньше теперь уже не только в африке есть определенный уровень колодоства называется вуду магия очень серьезная магия очень конкретная как она используется если я допустим хочу устранить своего компонентов по бизнесу я иду к гадалке и говорю я хочу убить там определенного человека она берет куклу обычную куклу и просит у этого человека фотографию того человека которого он хочет устранить и когда она имеет фотографию допустим какого-то алексея она мысленно представляет что эта кукла является алексеем а как она представляет она уже имеет фотографию она имеет конкретную фотографию этого алексея и она представляешь это кукла есть алексей но она не только не просто представляет она еще это чувствует когда она просто видит этого еще недостаточно но когда она реально чувствует что-то кукла является алексеем она берет иголку пробивает руку этого этой куклы и алексей где бы он не находился у него тоже на духовном уровне пробивается рука но это определенный уровень колдовства не друзья это может сделать любой если он видит и чувствует но знаете одну вещь за всякое колдовство особенно за это кота колдовство которое я сказал есть всегда последствия и последствия страшно эти колдуны кое-что делают перед тем как представляет и видят что-то кукла является допустим алексеем и делают зло этому алексею кукла вуду и иголки в тебе маг видит образ и чувствует этого человека когда маг сделана смерть через болезнь то сам маг может заболеть допустим я хочу чтобы допустим тут алексей заболел я как допустим маг представляю это вижу это и делаю чтобы этот человек заболел принято бья или как вонзая этими иголками те части тела того человека который хочу чтобы он заболел но за все есть последствия и этот маг кое-что делает он платит жертву он платит жертву демонам и бесам чтобы самому не заболеть потому что если ты делаешь кому-то зло естественно ты злой пожнешь это закон синяя жатвы что посечь ты пожнешь когда маг колдует убивает допустим алексея то он сам будет страшно болеть как минимум поэтому колдуны платят дань демонам и бесам чем выражается это дань да не выражается посвящением и постом и молитвы этим весом но как же верующие должны в духовном мире действовать если мы хотим чтобы допустим анна получила исцеление мы не только должны молиться и говорить мы должны видеть мы должны четко конкретно видеть что она здорово как видеть если тебя нет фотографии образа или визуализации анны возьми ее фотографию увидь ее вот посмотрю на фотографии представь ее представь что у нее исцеляется та болезнь которая у нее есть и молись но не только молись и представляй дело еще кое-что чувствуешь что она здорова ощущая это на своем физическом уровне так работает духовный мир ты видишь чувствуешь ощущаешь и тогда это воспроизводится физическом мире когда маг сделана смерть через болезнь то сам маг может заболеть для того чтобы он не заболел нужно чтобы маг заплатил жертву посредником духом или без жертва оговариваться ранее и когда он может быть и тогда он может быть не заболеть это временно вот для того чтобы мы молились за людей нам нужно тоже заплатить определенную жертву это жертва молитва образы и визуализации все когда мы молимся за кого то мы должны видеть и чувствовать и тогда будет ответ а также благодарность от бога колдуны никогда не используют что-то демонов и бесов хорошего и позитивного потому что демоны и бесы никогда хорошего позитивного ничего никому не дают но когда ты делаешь что-то хорошее для бога видя и представляя это бог тебе благодарит самыми лучшими подарками которые только когда-либо могли бы быть поэтому еще раз последовательность духовный мир работает так чтобы колдун колдовал ему нужно иметь куклу то есть образ он имеет образ он видит и чувствует что происходит то что он хочет и это происходит если человек не защищен бога если ты хочешь чтобы допустим мы как верующие проявляли в духовном мире то мы допустим она заболела мы видим анну как образ чувствуем и молимся и имеем то что мы хотим так как работает духовный мир